Да? Хорошо? Да, да. Андрей у нас не предвидится? Или он есть? Или он пришел? Не знаю. Послушай, не знаю. Если кто-то появится, тот, кто может меня сменить, то я не претендую на это. Потому что он бы мог сменить в случае чего, если ты устанешь. Хорошо. Итак, дальше. Мы начинаем читать. Я иду прямо по тексту. Даже не буду его закрашивать. Те, кто следят, и вред следите. Те, кто не слушаете на слух, задавайте вопрос. Итак, Равширьки пишет. Ту-бешват, у нас есть обычай, есть фрукты. И так вообще вся эта авира, и так вся атмосфера у этого дня. Несмотря на то, что ни в самом Танахе, ни в Мишне, ни в Талмуде не упоминается этот день как праздник. Дальше пишет. Вот в трактате Рос-Шана употреблен 15 число месяца Шват по упоминанию совершенно другим днем. Вот это здесь. это день, когда это тот день, когда земледелец, у которого есть соображения по поводу отделения Трумот и Маасрот, но это известно, Десятины и Трумот по этому поводу, и в отношении другой еще есть вещь, называется Неттерви. Это все связано со временами, когда существовал храм, и пятый, и десятый, тогда отделяли всякие вещи, связанные с урожаем. Дальше пишет. Но мы нигде не нашли, что это все может оправдывать преобращение этого дня в хак или в празднество. Тот, кто учит или учил важность этого дня в качестве праздника, это в основном Макубалим. Кто такие Макубалим? Макубалим так называются те, которые мудрецы, которые занимались Кабалой. Называются Макубалим. Открыто, кстати, и слово Кабала. И в особенности Рафхайм Виталь. И еще даже до этого кабалисты Цфата, которые подчеркивали особое значение этого дня. И именно как бы Хискует Цфата в смысле как бы сильно подчеркивали праздничность этого дня. И поэтому возникает вопрос, зачем вообще надо делать праздник из как бы из такого явления или из такого дела, которое вообще по существу не праздник. Зачем вообще превращать это в праздник? И до такой степени, что вообще есть правило обычное от Маориль. Маориль, честно говоря, не удалось посмотреть, не знаю, это не Маорали с Фрагой, тот другой, можно потом посмотреть. Установление не читать таханон. Таханон это после обычной молитвы есть, не знаю, как по-русски точно это переводится, просьба покаяния или что-то такое. Вот такая молитва называется таханон. И таханон не читается в праздничные дни и как бы в особые дни, в день, когда наступает ровш-хобиш, то есть, когда что-то, что отличается от обычного дня. И это один из признаков необычности дня и в смысле его нехольности, не его будничности. И Равшеки пишет, и для того, чтобы понять это, в смысле, почему это превратили в праздник, требуется объяснение, это не так просто. Переходим ко второму абзацу. Тараб называется Симхат Аперот. Ну, простой перевод по-русски состоится вот в чем. Радость фруктов. Такой простой перевод. Посмотрим, что дальше. И он пишет, Огью Терматмия, то есть, еще больше вызывает удивление. Обычай есть фрукты. Вообще, говорит, как будто бы представляется, что человеку следовало бы наоборот как бы скрыть леоцне от слова цану, а цану это скромный. Но есть и глагол вот этот вот леоцне это скрывать. Скрывать, как бы делать более скромным вот это поедание или еду фруктов. Почему? Потому что тот первый, а вот теперь начинается как бы объяснение, ради которого мы как бы и решили ознакомиться с этой статьей. Поэтому, почему? Потому что первый, кто ел фрукт был Адам решен или попросту по-русски Адам. И как бы из-за этого до сих пор страдает все человечество. Вот совелит Коли Нашут. Хочу подвинуть чуть камеру, потому что мне заслоняет текст. Хорошо. И пишет. И невозможно понять это по-другому, кроме как предположить, что в поедании поедании есть какой-то путь или способ латакен сделать тикун исправления вот этого греха Адама решена Адама. И на этом есть Ремис. На это есть намек. Намек. Молодец. Правильно. Намек. В трактате Рос Шана вот написано где Юд Далит Алиф. Юд Далит это страница Алиф. В странице Талмуда есть две страны Алиф и Бет. Значит, вот, соответственно, это страница Юд Бет и та страница, которая Алиф. И его источник, первоисточник указания находится в Тасефте. Тасефте, посмотрите, лекции Мейера Леви, он объясняет, что такое Тасефте. Вот написано Тасефте, Швеид, где написано, что есть Кэшернистар, есть скрытая связь между поеданием плода от дерева познания добра и зла и Тубешвата. И дальше объясняется какое. А вот какое. Масэ, это какая-то рассказывается история практическая. Масэ история про рабе Акиву, который собирал этроги первого Швата. И тут, по-видимому, есть, представляется, что тут есть намек на вот такие занятельные деятельности или историю про рабе Акива. А, что поскольку он так делал, то есть намек на то, что вот этот Росшана Лейлан, а именно Тубешват, а именно праздник деревьев, это подходящее время для исправления греха поедания с дерева познания добра и зла, которое дальше говорит раб Шерки, который был и трог. Значит, есть такое мнение о том, что вот этот плод, который съел Адам Ришон, это было совершенно не яблоко, как это обычно представляется, а это был и трог. Ну, вот это вы историю про рабе Акиву. дальше и дальше как бы говорит. Бемоасэзу вот этим действием, которое говорит Шемин Астам, Мин Астам это такое выражение, это и сейчас принято говорить, ну, Мин Астам, которое по-простому, как бы, и так понятно, для чего это было сделано. Сделано Шемин Астам Альмнат Лаоти Рошим. Лаоти Рошим это оставлять впечатление. То есть, все это было сделано для того, чтобы провести некоторый эффект. В ежескопках почему? Потому что, ну, как бы, потому что об этом сказано в Талмуде, что рабе Акива, да, намек, намекал, собирая, у меня вот здесь появляется все время, сейчас, секундочку, я отсюда выйду и снова, а, вот, все ушло. Рабе Акива, да, сейчас, секунду, да, вот тут, значит, рабе Акива для того, чтобы сделать намек, что собирание и трога, что собирание и трога из дерева познания добра и зла, который был вот этим, с которого осуществился грех первого Тишре для того, чтобы разрешить нам, посмотрим, что разрешить, это я не очень понимаю, нааса, леа, леа, тир, я думаю, леа, тер, миро, ша, на лейлан, сделано для того, чтобы разрешить нам, по-видимому, все остальные поедания, вот этот, в Новый год для деревьев, и пишет дальше, им кинем адварим, и если эти вещи действительно такие, кинем, это настоящие, то из этого следует, что как бы тяжесть вины Хавы, вот тут написано Хумрата, Хумрата, это как бы тяжесть того, что она сделала, Хавы, которая добавила от себя, такую некоторую отсебятину, естественно, что она Адаму сказала, что нельзя только есть, а нельзя и объясняла, и нельзя даже прикасаться, правильно, это может соответствовать или коррелироваться со словами Талмуда, вот тут написано, что такое по-арамейски, ну а тут есть перевод на иврит, не очень понял, честно говоря, дословный перевод такой, не знаю, тяжело либо сложно вот этому дереву и трогу для рук, для того, чтобы его ощупывать, не знаю, кто-то видел дерево и трога, почему заключается сложность в том, чтобы к нему прикасаться едами, руками, я не очень это понимаю, ну хорошо, это не очень понятно, слиха, но дальше раб Шерки пишет, но эти вещи требуют для поительного пояснения, вот это я не очень понял, надо посмотреть потом этого Раша, каши лээц ай трог ядаем, кашала эц ай трог ядаем мэмаш мэш и бо, лэмаш мэш это ощупывать, лэмаш мэш бо, это ощупывать его, его это дерево и трога, ну что в этом сложного, не очень понимаю, окей, посмотрим дальше, итак, вот это вот сейчас начинается основная часть статьи, на которую, как бы я хотел, честно говоря, обратить внимание, а именно, дальше Раф Шерки пишет, лэй холь, митсва асе, есть, это положительная заповедь, да, вы знаете, что как бы все записи, заповеди делятся на две большие категории, митсва асе, митсват лото асе, асе делай, асе не делай, то есть по-русски они еще называются положительные и отрицательные, положительные это те, которые говорят, да, делай, отрицательные те, которые говорят, не делай, на иврите положительная заповедь, это митсва асе, а отрицательная запись, это митсва лото асе, да, дальше пишет, Объясняется в Торе, что есть положительная заповедь, есть фрукты. В книге Брешит сказано и заповедовал Всевышний Адаму, говоря, от всех деревьев сада ахоль тухаль. Ахоль тухаль, правильно перевести, обязательно ешь. Всегда, когда есть двойное повторение, это нам говорит о том, что есть усиление действия. То есть не просто есть, или ты можешь есть, а ахоль тухаль обязательно ешь. Да, и вот, кстати, Рапшеки пишет именно то же самое. Это сказано в стиле или по тону приказания. Именно почему? Потому что ахоль тухаль, обязательно съешь. И говорит, так по-видимому, есть заповедь первому поколению людей, это имеется ввиду Адама Вахама, и которая, по-видимому, распространяется на все остальные последующие поколения. Вот написано, что есть фрукты. И следует отметить или сказать, что это единственная заповедь, заповедь положительная, позитивная, активная, делать, которая была дана первому человеку. То есть, как будто было некоторый период в человечестве, когда вся сфера религиозной жизни, то, что написано, коль тухана хаим датиим, все исполнение воли Всевышнего заключалось в поедании фруктов. И можно сказать, вот то, что написано жирным, что, соответственно, поедание или еда фруктов, это вообще представляет собой шорож. Шорож, а именно основу, корень всех положительных заповедей. Мудрецы, вот то, что написано хазаль, да, это мудрецы, это сокращение, на иврике называется «Рашей ты вот», да, расшифровывается. Кто знает, как расшифровывается хазаль, кстати, а то все время я говорю. Как расшифровывается хазаль? Алло. Благословенная память или что-то наподобие? Нет? Да, 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 ну там благословенной памяти. Вот мудрецы, хазаль, или, короче говоря, хазаль. Хазаль говорили про пасук, про стих, и поместил его, да, вот написано «Вэйнхэу». «Вэйнхэу» поместил его, в смысле Адама Решона, поместил его в Ган Эдоне, для того, чтобы обрабатывать и для того, чтобы стеречь ее. «Вэй» вот здесь басов, это имеется в виду женский род, по-видимому, Ган здесь женского рода. Поэтому вот это вот «вэй» – это Адам, а вот это вот «вэй» – это Ган, да. Итак, дальше. Объясняют, что такое лэавда, что такое обрабатывать ее. Это, говорят, обрабатывать ее, это митсватасе, это положительная заповедь. А улэшамра, а что означает «сторожить»? «Сторожить» – это в смысле еще, может быть, имеет смысл остерегаться. Эта заповедь отрицательная, не делая, мы сейчас уже чувствуем, к чему это ведет, правильно? И действительно, а, да, и где мы находим, что первый человек, Адам, получил заповедь положительную, отрицательную? «Асэ» – «вэй лоса» – «тасэ», ну, очень просто, потому что в заповеди от коль и от всех деревьев сада обязательно ешь, да, это заповедь положительная, а в заповеди от дерева познания добра и зла – «лотухальмемену» – «от него не ешьте». Вот вам, пожалуйста, одна положительная, другая отрицательная. Окей, идем дальше. «Имкен», ну, тогда мы видим, что все заповеди положительные, а именно «что-то делать» – «миштал шейлот». «Миштал шейлот» – это «шалшелет» – это цепочка. Совершенно с этим не связано, но, тем не менее, для общего образования «шельшуль» – это «понос». Окей? Ну, по-видимому, по сути, цепочка происходит. Окей? Так вот, «миштал шейлот» – все положительные заповеди, они «миштал шейлот», то есть как бы связаны, происходят, идут цепочкой от вот этой заповеди положительной осе, первоначальной, оригинальной, мекурит, вот этой изначальной, поедание фруктов, пирот, что я сказал, плодов. Окей? И это тогда, это нам объясняет, почему Роботейну. Роботейну – это то же самое, что Хазаль, только как бы наши господа. Но «наши господа» – это то же самое, что Хазаль, только подсказано по-другому. Да? Сказали в Ярушалме, в Талмуде Ярушалме, что сказали. Атит Адам Литен Динвэхэжбон. В будущем каждый человек, имеется в виду каждый человек, Литен Динвэхэжбон, он даст отчет. Динвэхэжбон – это и в современном иврите то же самое, когда госконтролер каждый год дает толстую книжку отчета о непорядках в государстве. Это называется Динвэхэжбон. Вот Динвэхэжбон – каждый человек даст отчет. О чем отчет? Аль-коль-ма-ше-ра-та-э-но. За все то, что видел его глаз, выло-ахаль и не ел. Не слабо? То есть, глубоко говоря, что глаз видит, надо есть. По прямому смыслу. Так получается, да? Кто-то что-то хочет сказать? Есть какие-то вопросы? Замечания? По мне, я бы не так сказала, не так быстро бы. А, не так быстро? А, ну хорошо. Мне кажется, ну, допустим, может, я так более-менее, но мне кажется… Не, 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 хорошо, просто… У нас не все такие проблемы. Окей, хорошо, нет проблем, тогда можно помедленнее. И, понятное дело, в той же степени, что было разрешено ему, да? А, в той степени, да-да-да, говорит, все, что глаз его видел и не съел. Ну, и замечает, понятное дело, что это, как бы, имеется в виду, что все, что он мог и, тем не менее, не съел. То есть, перед ним был фрукт, он мог его съесть, а он его не съел. А не то, что он должен на Луну куда-то бежать, и там мы, значит, есть эти самые фрукты. И также, к Мохэн, да, мы видим, что есть большая важность и особенная, вот, ши-еш-на-ха-ши-вут-ми-юхэ-дах, есть особенная важность в еде. И в особенности лах-илат-пирот, и в особенности в поедании фруктов. Вот почему шары и талмуд, ведь талмуд в этом месте рассказывает нам про раби Лезера, вот раби Лезера, который очень сильно остерегался, ну, по-видимому, остерегался, как бы, нарушить это, да, в аяху сэхми каспо, и он экономил от своих денег, да, для того, чтобы у него всегда было купить миколь-давар амитхадэш шиздаменло, чтобы у него было, чтобы у него были деньги, купить всякую новую вещь, которую, ну, амитхадэш, имеется в виду, которую он еще, наверное, не ел, да, хотя бы один раз в год, на поход памахад-башана. А что за вещи, которые обновляются хотя бы один раз в год? Он говорит, это гидулей-карка. Гидулей-карка – это, по-простому смыслу, то, что произрастает на почве. А, из земли. Карка – это земля, да. Например, в современном, как бы, ну, иврита тоже, он не современный, он взятый, ну, например, мекархеин-Исраэль – это, как это, главное земельное управление Израиля, там, где записано, кто чем всем владеет, это называется мекархеин, да. Окей. То есть, кто это такие гидулей-карка? А это пиротв и иракот. Пиротв и иракот – это, часто говорят, на одном дыхании, а именно овощи и фрукты. Только здесь наоборот, сначала фрукты, а потом овощи. Пиротв и иракот, да. И когда хотя бы ухше памахат магея при экзоте леерц-Исраэль, и когда хотя бы и когда какой-то экзотический фрукт, он прибывает в землю Израиля, то надо специально побеспокоиться, чтобы у тебя было хотя бы немножко от этого фрукта. А если человек это не делает, то он в дальнейшем даст за это отчет. А вот дальше интересная штука. Вот называется Ахилла в Афнамма. Вот это потрясающе. Видите, мне кажется, Ахилла мы уже знаем, правильно? Ахилла – это поедание. Окей? А вот Афнама – потрясающее слово. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, оно как бы связано с несколькими. Во-первых, Афнама – это как бы понимание осознания. Даже ближе всего к осознанию. Хотя интересно, что здесь не от слова «знать», а от слова «внутренний». Вот это слово, на мой взгляд, то есть не на мой взгляд, видно просто, что оно… Во-первых, Пним – Пним – это внутрь. Есть Худз – это снаружи, а есть Пним. Вот Афнама – это когда человек что-то как бы принимает себя вовнутрь, а мы видим сейчас, поскольку это еда, так это еще тем более будет связано. Но Афнама – это не только действие как бы… Афнама – это слово, которое не выражает физическое действие принесения чего-то вовнутрь. А Афнама – это осознание. На мой взгляд, это еще связано со словом «лицо», только странным образом. Потому что лицо – это как бы что-то наружное, правильно? Наверное, написано «Альпней дворим» – это на поверхности вещей, либо на поверхности. Альпне амаим – это на поверхности воды. Но интересно, что Афнама, тем не менее, это осознание. Я осмелюсь предположить, что это связано с тем, что на иврите слово «лицо» имеет парный вид. Точно так же, как есть парный ядаем, роглаем, узнаем, инаем. Все органы, которые двойные, они имеют специальную форму двойную. Ядаем, роглаем, ноги, инаем, узнаем, беркаем колено, гопаем, эти самые, как они называются, лопатки. И так дальше. Интересно, что лицо, оно тоже вот такого двойственного рода. Как будто есть лицо внешнее и внутреннее. Но это я вам забрасываю так, для того, чтобы на досуге подумать. Итак, читаем дальше. Хорошо. Пишет, да, и вот следует как бы вообще подумать и понять, почему первый человек, ему было заповедано, есть только фрукты. а почему, например, ему не было заповедано, есть, к примеру, мясо. Почему именно фрукты? А почему, например, не мясо? И объясняет, по-видиму, из-за того, что во фруктах гораздо проще открыть, да, святость, к душа, которая в них спрятана, что тмунабаэм, вот тамуна-то спрятана, скрыта, чем мы в мясе. Вот во фруктах проще как бы докопаться, обнаружить к душа святость, которая в них спрятана, заложена, в отличие от мяса. Но, добавляет, но стоит справедливо отметить, да, что есть значение, есть от всего, в том числе и от мяса тоже. Вот это тоже написано, гамбасар. Дальше пи, дальше объясняет. Ешь демьон. Демьон, это означает, что есть похожесть, сравнение, похожесть между вот этим положением Адама, первого человека, а, нет, 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 есть схожесть между положением человека, имеется в виду зародыша, да? Зародыш, правильно это говорится по-русски? Поправьте меня, может, мне кажется, это не очень правильное слово, не зародыш, а кто находится в чреве матери, как это говорится? Эмбрион. Эмбрион. Ну, эмбрион тебе кто-то. Ну, хорошо, эмбрион. Ну, зародыш тоже вот на эту тему. Ну, зародыш нормально, нормальное слово, ну, зародыш. Да, вот зародыш, который находится в чреве матери, вот, бме-ай-имо, ме-ай, на самом деле это даже не чрево, чрево по-русски обычно рехом переводится, матка, а ме-ай, это вообще кишечник, но так по-русски переводится в чреве матери, да? Так вот, правильно сравнить, или есть демьон, есть похожесть между положением эмбриона, как вы сказали, в чреве матери, с положением вообще человека в мире, да? Когда он находится в чреве матери, вот это вот слово бе-ге-й-то, это все от слова льет, льет это быть, но тут как бы глагольный существитель, насколько я понял, бе-ге-й-ет это как бы быть, а вот это ваф на конце, это его, значит, его бытие, да, или в его нахождении в чреве матери, весь его мир ограничен стенами матки, ну, так здесь написано, эмтфанот арехем, тфанот это стенки, кстати, про суку тоже сказано тфанот, да, и, кстати говоря, в скобках просто, замечая, наверное, вы про это уже слышали, вот исключение на иврите называется йоцедофен, но, когда говорят, уже забывают про начальный смысл, йоцедофен, это было, так называлось, кесарево сечение, это тех, кого, ребенка, которого вынимали из дофан, то есть, который не выходил, естественно, способ, которого путем, ну, я не знаю, раздвижения стенок живота матери, оттуда его вынимали, вот называется йоцедофен, так, здесь это слово тоже тфанот, и сука тоже, вот эти стенки, они называются тфанот, ну, хорошо, идем дальше, имзот, но вместе с этим, у, в смысле эмбрион, он расположен внутри жидкости, вот, унатун бытох нозель, 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 это жидкость, а, нозель шафир, а нет, как будет майм шафир, а, околоплодные воды, так, по-моему, это называется, окей, которые соединяют между его телом, этого эмбриона, и тфанот, и вот этими стенками, и вот этот вот околоплодные воды, и именно жидкость, дает ему, в смысле эмбриону, ощущение, что его существование, вот это вот существование, это ишуто, ишуто, ишут, это вообще личность, в данном случае, это, наверное, может быть, личность, да, она не ограничивается, или не останавливается, только его телом, а что у него есть связь с тем, что находится вне его, вне физического тела, это эмбриона. Наталья, прошу прощения, есть ведь еще одно выражение, иногда называют не эмбрион, а плод, может быть, как раз в данном случае так это говорить? Ну да, тем более мы про пирот говорим, да, конечно, да, 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 и из-за этого, когда он выходит наружу, а наберите красиво называется Авир Аулам, Авир это воздух, ну, в мировой воздух, грубо говоря, ну, по-русски, наверное, просто наружу, как-то так, не знаю, по-печатанию, по-простому не придумать как-то более быстро, да, человек способен, вот, Масугаль Адам, вот, Масугаль тоже потрясающее слово, ему можно посвятить целую лекцию, да, я думаю, что у вас многих Масугаль звучит, как Амсыгула, Амсыгула это избранный народ, то, что по-русски переводят избранный, да, хотя на самом деле более правильное слово на иврите, избранный, это Невхар, вот Невхар, это 100%, Бахерот это выборы, Масугаль, это от слова способен, да, вот, например, Патиш, Масугаль, например, Литфок Масмер, то есть, молоток способен забить гвоздь, а вход в комнату, где находится, я не знаю, как по-русски пишется, как пишется команда, то, что на иврите называется Цевит, либо по-английски называется Став, да, вот, а на иврите называется Сегель, вот Сегель, ну, персонал, персонал, да, вот персонал, вот на иврите Сегель это персонал, вот от этого слова, понимаешь, по-русски, по-видимому, невозможно сказать человек персоналит, а вот на иврите, да, он, а а мы с уголь вот этот плод плод он в своем из-за вот этой системы да мы сказали с этими годами да когда плод выходит наружу да то он мы с уголь он способен почувствовать о дальше потрясающая фраза лох уж шаяхут эль космос кулу он способен почувствовать свою принадлежность всему миру окей как будто как будто он видимо в том положении когда он выходит наружу как будто он сейчас находится внутри с с крыточный перевода рэхим году лютер внутри еще больше матки из грубо варианты по-видимому идея такая когда плод находится в чреве матки вот он весь как бы этим физическим органом да а когда он выходит наружу это как бы та же самая матка только гораздо больше да это 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 как бы весь мир окей и он также понимает что есть два о фанэй хаим два образа две ипостаси два два аспекта жизни да первое внутреннее это в нем самом а вторая наружная это весь мир да и тогда ему легче понять что ему следует превратить внешнее существование до или ну да внешне экзистентную внешнее существование внешний мир это то что здесь написано киумки цуни до а радут о радут это означает низменный то есть не возвышенной до а радут превратить его вы киум кними вратить его в экзистенцию внутреннюю свое внутреннее как бы свое внутреннее состояние нишмати нишмати я думаю здесь это что-то типа духовного да и в этом говорит весь смысл поедания в чем заключает смысл понимания вот на иврите пишет аф на мата улама хит сони то есть осознание внешнего мира да и его и луёв и луй ну наверное его как бы и луя думать здесь на существование возвышенно этот какой-то еще еще и счет прилагательно еще 1 но и пить это внешнего мира тем что он его алиады и фото превращение его частью самого человека и отсюда проистекает обязанность заключает который заключена в заповеди от всех дери от всех деревьев от каждого дерева сада обязательно ешь вычитаем вот здесь то потом и если у кого-то есть вопросы и что-то так тогда можно будет дальше спросить да окей и так вот это вот процесс еды ахила процесс еды у первого человека как уже было сказано представляла собой выполнение заповеди а у нас у нас это находит выражение вообще в каждой заповеди в каждой положительной заповеди у него была только одна а у нас в каждой заповеди то есть в каком-то смысле вот келомар митсват асэ в каком-то смысле или говоря по-другому положительная заповедь да это в каком-то смысле вид еды вот то что написано сукши лахила это это какой-то вид еды сукши лах нам а то есть какой-то вид поедания или еды и какой-то или поглощение наверно даже лучше какой-то какой какой-то вид поглощения или и какой-то вид осознания это что по пары называется embedded а именно помещение до помещение или внедрение более низкой более низкого ну вещи или 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 объекта в в объект большего значения или более возвышенный да вот написано атомат давар на мухлый ток давар году например когда мы собираемся есть фрукт до того момента когда мы его съели от жила ахлу у это смысле при до того момента как мы его съели он до сих он все еще принадлежит всего лишь и растительному миру шаях на уда мацумер биль ват биль ват это только а когда этот фрукт поедается лучше а при наехал до наехал в у нас это страдательный залог от от лихой от охаль охаль а ты это есть она и халь это смысле имеется фрукт что он поедается он превращается частью человека ну их и и не только частью человека а как говорит тора вот это я думаю это на и марин б к хо это означает что становится частью того что говорится с его помощью дальше будет развитие мысли которые мы не раз уже слышали и нам андрей говорил на хама говорила как бы прочитаем приблизко текста как это говорит сам рафшерки и из-за этого получается у в х х мит а лабрия и таким образом возвышается все сотворенное все поднимается вот акколь и тромэм ромэмут ромэмут это поднятие ром это возвышение рома это это холм поднятия до рома от соответственно это района в иерусалиме до окей и и и по существу вот тоже написано баяцем по существу это закон или правило для каждой положительные заповеди заповеди для каждой который заключается ли связано с тем чтобы возвысить все части мироздания например когда человек накладывает филин он тем самым поднимает зарезание коровы одно данном случае имеется смысл что из кожи коровы делаются филин и до заповеди наложение филин корову за я зарезали из там просто так вот пород ниши туз там только для того чтобы обеспечить товар это вообще не жажда не страсть как говорится про обжору когда он ест что его как бы это самое голову голод там удачи тава это не голод тава это я хочу жрать какое-то страстное желание по моему вожделение да вот хорошее слово пожирать да смотри тава тава это всегда с хорошим смыслом например это что приходит на ум да вот один из грехов и когда ибны и сраэль были в пустыне медбар да когда они просили мясо 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 и жрать и все печи и с одной стороны послали перепелов а другой стороны место там естественно их за это наказали называется киврота тава то есть могилы вот этой самой тавы из-за вот этого самого пожирать да поэтому тава да чем мне кажется мне кажется тава это именно связано с едой мне так кажется потому что например то что имеется ввиду вот сексуальное стремление до женщине это называется а вот кто-то написал чревоугодие чревоугодие правильно это имеется ввиду желание вообще к чему-то не было не обязательно к идее я думаю что рафшерки правильно это к этому чревоугодие да правильно по-русски чревоугодие вот женщине называется шука вот шука шука это только чисто эмоциональное ну может быть что-то возвышенное предметом в принципе это к женщине тава насколько я понимаю это практически сто процентов пожирать так ну хорошо читаем дальше так вот это до этого до этого было зарезали корову просто чтобы как бы удовлетворить вот чревоугодие как было правильно сказано а вот после этого выяснилось что корова она превращается для того чтобы быть орудием для того чтобы служить присутствие всевышнего вот тут написано в виде написано это тоже такое устойчивое словосочетание ашкина это божественное присутствие одним словом по-русски не переводится да но при этом интересно что в современном иврите например да вот шхена шхена это как бы соседка соседка молодец шахен сосед шхена соседка молодец шахен шахен это сосед с другой стороны например известная каждому патрианту который приезжает в израиль вот есть такая государственная фирма которая называется шикун и петух а имя что такое шикун шикун это та которая жилплощит жилье вот по-русски жилье кстати вот шхена это жилье по моему шхуна шхуна это еще квартал там где люди а это квартал да 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 а вот когда говорится но тем не менее вот это вот слова шхена это имеет отношение только присутствия всевышнего то есть это слово никогда она никогда не будет имеет какой-то другой смысл понимаешь то есть не с новыми репатриантами не спортплаты ничего шхена шхена это только присутствие всевышнего да и вот это вот это вот сочетание ашраат ашраат это от слова ашраат это смысле поселение это а установление для установления божественного присутствия на человека из израиля смысле из евреям это такой возвышенный стиль адам ми-израэль адам ми-израэль имеется ввиду значит как будто евреи-израильтяне почему шарей блили шхот пара потому что если без зарезания коровы невозможно было бы сделать филин и какая радостная доля той самой коровы которая удостоилась видите написано захта которая удостоилась что из нее будет сделан филин вот это вот смотрите написано и тут есть такой оборот да потапараши такта ле ясот вот здесь вот ну это пидот пель что ли да как я там из него каузативный каузативный залог быть изг быть изготовленной из нее изготовили то есть не она изготовила а из нее быть и быть средством для этого изготовления это сделать ле ясот это сделать из нее, чтобы из нее был сделан филинг. Итак, Ким Кэн. Итак, мы видим, что, конечно, здорово и как бы подобает, Рауэта Палабайт, подобает Ларбот увеличить в положительных заповедях самых различных видов Мисудимшунин для того, чтобы поднять этот мир Микольд Сад, как бы со всех сторон. И при этом он говорит, при этом ахилат-пирот, при этом поедание фруктов, это выражение, самое первое, самое первое выражение в этом положении. Есть какие-то, у нас что-то в чате было, я просто не, да, кто-то вошел, может, посмотрим чат, что народ пишет. Вид поглощения, потребления, вполне забыть. А сами мы помечаем знание о предмете взаимодействия, потребляем информацию о нем, можно понять так, я думаю, да, я думаю, да, только что, мне кажется, что все-таки афнома, афнома, это это не просто информация, то есть ты съел антоновские яблоки, правильно было, съел, потом поправил на объект, а, я съел антоновские яблоки с какого-то года рождения, или там, урожай, это что-то большее. Мне кажется, что это ближе к тому, что, как бы мы уже слышали про объяснение такое, Рафшаркин Голович, например, был просто огурец, правильно, я слышал на его лекции. Ну, просто, ну, огурец, как огурец, и все, да, а вот, предположим, этот огурец съел мудрец, этот огурец дал силы мудрецу говорить Диврей Тора. Ну, и как бы получается, что этот огурец, он стал частью Диврей Тора, стал частью, ну, вот, разговора по Торе, правильно? Александр Яков пишет вожделение. Смотри, вожделение, вожделение, это правильно, вожделение, все-таки это Шука, чревоугодие, да, чревоугодие, правильный труд, а чревоугодие. Окей? Ну, хорошо. Пойдем несколько дальше. Народ устал, и можно продолжать. Народ. Аня, народ. Я была. Можно продолжать, но, конечно, знаю, как люди. Может быть, ну, какое-то, может, резюме нам надо, но чтобы не было, чтобы мы просто попросту, как бы, там, почитали. Ну, да, пожалуйста, господа и дамы резюме. Кто-то хочет сказать? Я бы сказала, я поняла, вот, последнее, это точно смысл, ну, как вот ты сказал, в том, что человек кушает, кушает, там, ну, вот, нечто использует материальные предметы, которые окружают, он их, как бы, ну, так сказано, поднимает, освещает, они становятся частью его, а если он при этом, используя их энергию, делает что-то полезное, так тем более он, как бы, их, в общем, поднимает куда-то. Вот это такая, это такая, такое было понятие. Мне тоже так кажется, потом, ну, я не знаю, невозможно не обратить внимание, что, действительно, вся история с Ганедана, с Эдамским садом, с райским садом, да, она вся построена на жрачке, грубо говоря. Это все связано с устами человека, она связана с едой. Это потрясающе. То есть, с одной стороны, действительно, все заповеди, выраженные в одной заповеди «Ешь», они связаны с едой. И все заповеди, выраженные с тем, что «Не делай», они тоже связаны с едой. И как бы трудно отстраниться от того, что действительно получается, особенно учитывая, какое влияние оказали эти события, или эта еда на человечество последующая, да, как бы капитальная, трудно остраниться от мысли, что сам процесс еды, он как бы настолько важен. Вот это да, это как бы, по-моему, это просто отсюда прямо следует, достаточно как бы удивительная вещь. То есть во время этого праздника меня просит микрофон, я просто не очень как его держать. В общем, смысл в том, что в какой-то мере происходит исправление того самого греха Адама. Он съел не вовремя, и получилось, что он тем самым как бы испортил, все испортил. Он как бы и замысел Всевышний как-то исполнил, но в общем в чем-то испортил, в чем-то исполнил. А тут, наоборот, получается некое возвращение, исправление, что-то такое. Да, сто процентов. При этом получается, что Адам, скорее всего, не испытывал голода. Если он ел, то именно потому, что ему велели. У людей это сочетается с чувством голода, верно? Но вообще как-то немножко эту мысль сразу принять довольно трудно. Смотри, это напрямую связано с тем, что я думаю, мы успеем сейчас дойти. Тоже такая фраза, которая стала некоторым лозунгом. Ее Андрей Альбин нам говорил несколько раз, когда как бы, ну вот, конспектировал эту статью, которую пересказывал. Нехама говорила, как бы, банальное выражение такое, что надо есть, чтобы жить. Ну, как бы, очевидно, правильно, углеводы там и пятое-десятое. Ну, гораздо менее очевидная вещь, а про это говорит Раф Шерки, о том, что надо жить, чтобы есть. Как бы, еда в глазах всего человечества, ну, или, я не знаю, там, в глазах как бы нормального человека, вот, не слишком просвещенного, это некоторая прозаическая функция, просто для того, чтобы получать, как бы, жизненную энергию, и все. То есть, хорошо было бы вообще, на самом деле, не есть, и тогда было бы вообще бы замечательно, понимаешь. А вот здесь вот, тоже мне кажется, это интересно, вот, все, как бы, христианские дела.